В эфире вы снова поглазите музыкально-децибельную программушку «Оральная звезда» и ее ведущую Тринко Бринчичичу «Пладушки». Сегодня у нас нестандартная приблуда до студии. То не просто липовидная пснярка, то не просто стандартная горлодралка. То есть слюнепускный сексосимвол. Пубертатная возбуждалка. Знатная дебилая перекисевлазка Ольга Болешковича «Пладушки». Здравствуйте, Ольга. Здрасьте, так меня еще никто не представлял. Я буду перчим в тебе, да. Я вижу, что ты уже прикрыла своим седлом стульчак, то начнем. У меня до тебя скучковалась в опрошалок «Пипкина гора». То благодарствие за то, что ты приблудилась до нас в студию. Здоровье. За то, что затулила узкощельную промежулю между своими фанерными ротооткрывалками. Неправда, кстати. Первая вопроса такая. Как воно самочувствовать себя не липовидной псняркой, то че не крысятся на тебя твои коллеги горлодралы? Ой, крысятся. 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 Нездороваются. Ну и штырь с ними. Да, правда. Да. Аплодушки. Наступная. Наступная вопрошалка такая. Оля, ты снова напялила на мозгоноску сразу яркую нахлобучку. То чему ты на постой их носишь, адже ты не пляши глава маловласка? Да. Ты понимаешь, у меня такая же проблема, как у тебя. Да. Супер. Мы однакои. Да. Такая вопрошалка. Мощно буферована пснярка. В котором году стал проявляться твой буфер. Буфер сербской Тоталант. А. Ну лет шестнадцать. Шестнадцать. Добро. Здравствуйте. Украинские коллеги горлодралы. Мощно кучкованно пропихаются до Верховной Рады. О боже. Да. Пропихаются не то слово. Да. То не чесалось тебе тоже. А. Стать народным побрехунцем. Чему же Верховно-Радным фуфлометом. Знаешь, боюсь, что там и своих овец полно. Понятно. Дорогие цельноблюдашники. У нас еще одна приблуда до студии. О боже. То знатный сербский фильм оляп и клип ошлеп. Мирко Шешич о плодушке. Здрастео телеблюдашники. Здрастео Тринко. Здрастео Олька. Здрастео Олька. Толу поглазил. Счастлив тебя до строков. А, да. Мирко, здрастео. Кидай пояснишку на стульчик. Адрен Коля. Так. Дрыгай телом, бо обведут мелом. Да. Чеши икроножник и жуй в дорожник. Да. Супер. Такие песни о тому, мне дуже зачесалось шлепануть вам клиповицу. Так. Есть нефуфловая мыслятка. Давай. То вы на коняки пополяки чешатить и у вас на кокошник и все. Как? У меня ж таки уже есть. Не-не-не. Только сугубо на кокошник то голо. На коняки пополяки. Красиво. Слушайте, на мне уже так мало одежды осталось. Так. Добре-добре. Я уже выполнила вашу эту фантазию сексуальную. Не-не-не. Не до конечного. Не до конечного. То арбузяку. Берем арбузяку. Собину мозгоноску. Две арбузяки. Собину арбузяки. И на коняки пополяки. Нефуфлова мыслятка. Класс. Но это уже тоже мы сделали. Выпендричкова то. Пснярка. Полячкова, Выпендричкова. Выпендричкова. А то я пойду пропихивать других. Пснярок до побачення. Пждуй, Мирко. Получите удовольствие. Пждуй, Мирко. Пладушки, Мирко. Здравствуйте. У нас рекламованный перекурчик. Головным баблометателем нашей программульны есть Белградский завод автоматичных загугулин. Белградский завод автоматичных загугулин. Загугулин, нишняги, штрички, все, что чешется в вашей душе. Так еще одним штаноподдержателем нашей программульны есть пешкотурно-фирмованная хата Гуляйножки. Получите халявную самолетную поездатную покатушку по краще местам Сербии. Сроковица, Бржинский водограй, зверячий заначник имени Гойко Шимича. Зачесалась романтика и пошли свою мозгопилку в Сроковицу. Я прошу пробача. На мой яблонковый огрызок 6С пришел СМС. СМС 6С. Стиш, это моя супружная мозгопилка Маричка. Я бачу, как ты все время пялишь беньки на ее выпирасту декольтешку. Пришканды баешь дом, я тебе едальник расцарапаю. Вот это по-настоящему. Мою пхатись до дому, творить мировушку с Маричкой. А для вас горловая Оля Полякова! Здравствуйте, святой отец. Серьезно? Я инспектор ГАИ. Так получилось недавно, я остановил вашего коллегу. А он был за рулем в нетрезвом состоянии. И с тех пор меня как-то часто мучает совесть. И, в общем, я пришел исповедаться. Святой отец? Вы меня слышите? Говорю, пришел исповедаться. Ну? Ну, ибо грешен там я. Это логично. А вы меня можете исповедать-то? Что? Я говорю, вы меня исповедать можете? Да, я могу, я такой. Ага. Вот. А это... А что мне надо делать? Я просто первый раз в таком месте и не совсем... Это твой отец? Я говорю, что мне надо делать? Что надо делать? Ну, это вы мне скажите, что надо делать-то. Кому? Да никому. Я говорю, мне, мне, что делать? А что ты умеешь? Так, давайте я расскажу вам свою историю, а вы там дальше сами решайте со своим начальством. Вот, значит, 8 сентября я патрулировал, ну, веренный мне участок дороги, вот, и остановил помазанника божьего. Кого? Ну, батюшку. А, ну-ну-ну-ну. Вот. А он был за рулем в нетрезвом состоянии. Кто? Батюшка. Что? Нет, нет, не вы батюшка, а тот батюшка. Не, а я-то за кто? Да вы тоже батюшка. А я сейчас про другого говорю. Я его остановил, вот, с одной стороны я вроде бы прав, но он же выпивший, а с другой стороны, ну, все-таки батюшка. Вот, решил у вас спросить, что мне делать-то? А ты кто? Я инспектор ГАИ, я же говорил. А где работаешь? В ГАИ. Кем? Инспектором. А напомни мне, кто ты? Святой Отец, я инспектор ГАИ, работаю в ГАИ инспектором. Вы меня там понимаете вообще? Я понимаю, я не понимаю, зачем ты меня сейчас остановил? Да я не вас останавливал. Не меня так, я поехал-то дальше. А подождите, не уезжайте, господи. Я говорю, пришел на исповедь. Это хорошо. Ага. А ты кто? Я инспектор ГАИ. Это плохо. Как зовут? Аристарх. Ари... кто? А... Аристарх. А-а-а... Так вот, скажи мне калистрат. Это... Аристарх. Антистрах, да. Ну ладно. Ты верующий? Верующий, да, батюшка, верующий. В секте участвовал? Нет, нет, никогда. В групповом секте участвовал? Чего? Ничего. Матом ругаешься? А чё? Через плечо, говорю, матом ругаешься ты? А, нет, нет, стараюсь, чтобы нет. Женат? Женат, да, батюшка, женат. Ага. С женой венчаны? Нет, нет, пока еще нет, но собирай... В Блуде живешь? Нет, в Житомире. Это нормально. Любишь жену? Люблю, конечно, да. Изменяешь? Да при чем здесь это вообще? Ааа-аа! Да что вот? Я говорю, с батюшкой мне этим что делать-то? Любишь батюшку? Ну это, ну, люблю наверное... Любишь? Отпусти. Если твой был, к тебе вернется, а не твой-то никогда твоей мыь не был, понял? Не понял? Вы меня понеслили. Алло. Слушай, не звони сюда больше, я завязал, понял? Шмар какой был. Усы. Святой Отец. Кто здесь? Батюшка, это я. Батюшка, это я. Нет, ну... Ты кто? Ну как, ну я же, это я, я, я. Антихрист? Аристарх, да. Инспектор, ты что ли? Ага, да, я, 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 я. Так что ты хочешь, ну? Так я ж рассказывал. Гаврю, остановил батюшку? Тот был за нём, нетрезвым. Там, где клён шумит Над речной волной Говорили мы о любви. Батюшка. Что? Что? Вы что? Что? Вы же в церкви. Извините. Да ладно. Там, где клён шумит над речной волной Говорили мы о любви Свой. Святой Отец. Я говорю, пришёл на исповедь, а не на ваш концерт. Вы понимаете меня? Зачем? Ну согрешил я. А это интересно, я люблю рассказывать. Да я рассказывал. Остановил батюшку. Он был за рулём в нетрезвом состоянии. Батюшка был в мясе? Батюшка был в мясе, если честно. Но я не про это, понимаете? Эктор, что ты хочешь? Я тебя спрошу. Хорошо, что мне всё опять рассказывать. Так, знаете что? Вы вот документы ему передайте, он оставил. Хорошо, передам. А я хотел просто... Тихо, всё, иди, 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 иди. Что, всё что ли? Иди, иди, амон, 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 амон. Что? Аминь, аминь. А я как бы вот волновался первый раз. Ё-моё, это ж мои права. Что ты глуп? Это что, Ёбл, получается, что ли? Тие как сына. Здрасте. Задарасти. Можно? Слушай, анархист. Аристарх. Суперстар, да. Расскажи, как всё было? А вы не помните? А я не помню. расскажу. Пожалуйста. Значит, сначала, выезжая со второстепенной, вы отказались пропускать тех, кто едет по главной. Ой, и что я сказал? А вы сказали, что перед Богом нет ни главных, ни второстепенных. А вот ты человека остановил. Человека бы. А ты не подумал, может, он не просто так бухает? Ага. Может, у него в семье у жены горе? Какое? Муж пьет. Вот именно, батюшка. Вот именно. А что было потом? А вот потом вы собрали пешеходов и повели их через проспект Победы. Господи, там же по четыре полосы в каждую сторону. Вы обещали, что поток расступится. Что было потом? Потом, потом. Суп с котом. Ё-моё, с каким котом? У меня ж пост. Чё? Через плечо, говорю, пост. Какой пост? А в Макдональдс, кто-то, чебуряк? Аллилуйя. Шварцал 95. Что вы видели, то и спели. Нам только да. Боже мой, Господи, наконец-то я дожил до тех лет, когда мой сыночек приведет в дом невесту. Ах, красавицу! Ой, за это хочется выпить. Боже мой, девочка будет. Красотулечка. Мать! Пока с духовкой разобралась. Мать, иди сюда! Не верится, слушай, не верится. Наш малыш наконец-то привел в дом невесту. Девочку! Слушай, она наверняка красотка. Она самая красивая в мире. Ты знаешь, я буду любить ее, ну, прям как дочь. Я буду любить ее больше, чем тебя. Папа, мама, она пришла. Малыш. Что ты, дебил, улыбаешься? Ну, стынет все, что мать приготовила. Ты девочку держишь в коридоре. Иди сюда, невест. Молодежь. Ну, вот ты видишь. Давай для храба. За них выйди. Йохан и баба. Знакомьтесь, это моя девушка Евгения. Сынок, я... А я же, я не услышал. Это твоя девушка или это твоя дедушка Евгения? Пап, ну... Сынок, прости, мы просто с матерью, мы распереживались. Ты сказал, это твоя девушка Евгения? Ну, да. Или у нас больше нету сына? Пап, ма, че? А я-то что? Ой, как дура тут стою. У меня ж там оливье в духовке. Я вообще... Да, сядь, да, да. Предлагаю, мать, не ждать. Ну, хорошо. Тогда, может быть, сядем за стол? О, шуфутинский дело, говорит. Папа, давай, угощай. угощайтесь святой николай а то извини забываю имя вот что бог послал курочка оливье картошка салатик хлебушек думаю ваш любимый бородинский папа давайте знакомиться ну давайте знакомиться дамблдорф меня зовут ладно владимир александр я отец этого да мать покойница хорошая была женщина очень любила идиота а вы я извиняюсь старый гном как познакомились знаете случайно это я уверен ночью в парке ах ночью это была любовь с первого взгляда да конечно потом мы всю ночь ходили по набережной целовались папа что ничего извини не в то горло пошло вы просто сказали целовались а я так думаю откуда у моего юрчика вся морда в раздражении ладно скажи мне фидель костров я извиняюсь женечка а вы кроме того что вы вот а вот так вот выглядите еще чем-то в жизни занимаетесь да конечно я работаю дайте угадаю кем полярником да нет женечка работает шоу-бизнесе вот точно я понял вас людям водят и за бабки показывают да да нет стилист парикмахер сапожник без сапог а хобби у тебя есть граф мандегри да конечно я играю на гитаре а так ты еще и бард папа женя давайте как-то разрядим обстановку я согласна хотите расскажу анекдот ой анекдот я очень люблю правда он немножко бородатый я еще не рассказала можете не продолжать давайте может я лучше вам историю расскажу ой папа умеет рассказать у меня масса масса разных историй было правда вы извините я сейчас на вас смотрю вспоминается только одна история как я в афгане воевал талиб ты мой симпатичный папа женя очень хозяйственная вытирает пыль моет посуду подметает есть же чем а ну понятно послушайте владимир александрович вы действительно считаете что мы с юрой не пара ну не ну честно вы очень гормонально парка гармонично смотрит согласно во мне не все идеально то перестань я давно хочу устранить дефект своей внешности какой я не вижу как это увеличить грудь а то я так на женщин совсем не похоже даже грудей тоже не мада я можно конечно увеличить в чем проблема что вам мешает денег нет да а что трах тебе дох не помогает папа а что ты пара нормальный вопрос ой ладно нормально вот скажите мне женщина вот вы знаете как недавно сыграли динамо киев шахтер нет не знаю я футболом не увлекаюсь хорошо а я вот давеча поймал карпа вот такого на 10 килограммов это много типа я не в курсе просто а хотите выпить что-то покрепче виски я не пью разве что мартини по замашкам так вроде и баба не пойму ничего что хватит надо мной издеваться у вас борода порвалась дин а это рот извини между прочим я же не сделал предложение ух ты дебил полы извините я просто проси меня сынок же не простите я просто поймите тоже не неординарные ситуации предложение на боже ты хорошо пора сына сыграем свадьбу на тамаде можно сэкономить чего это а гостям и так будет о чем говорить весь вечер да папа ты не понимаешь у нас все очень серьезно серьезно да скажи мне сынок серьезно а у тебя уже с водой вот с этим вот всем у тебя были уже теле теле троллевали а не 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 женичка не такая мы до свадьбы не не так может и после свадьбы не стоит знаете что я не хотела вам говорить заранее но у нас для вас юрой сюрприз давай какой еще сюрприз у нас скоро будет ребенок мать опять застрелилась послушайте не хотите отпускать сына так и скажите почему я не я нормальный человек тем более помнишь юрчик ты же когда-то сам хотел отпустить борту ну да может быть пришла пора ее взять и отпустить уже ну задай один нормальный вопрос один хорошо женя ты сидела нет бог свидетель я пытался разговор перевести в другую сторону знаете что вы здесь пообщайтесь друг с другом а я пойду носик припудрю стульчак подыми красавица папа что ты папкой ты очень груб ты знаешь я очень сильно переживаю что женечку у меня уведут кто странствующий цирк намотает бороду на руку и утащит да как ты не понимаешь просто таким образом женя бросает вызов обществе я не это не понимаю сына я не могу понять почему женя женя бросила вызов всему обществу откликнулся только ты один понять этого не могу я подумал что ты бросил свою наташ папа потому что у нее маленькие усики под ноги прошли а тебе просто этого мало было тебе надо чтоб карл маркс с тобой жил да знаете у вашего кота такой прикольный цвет шерсти да да прям седой до вашего прихода он был черненький папа ну прекращай но мы семья ну ладно все перебрал извините простите меня и можно вас на секунду таких семей не бывало в нашем роду резко мне не подходи папа да все ладно же можно как-то ж надо жить и можно я вас можно я по-отечески буду называть вас же хорошо тогда можно я буду называть вас папа конечно сынок можно даешь добро на свадьбу даю сына добро неси икону благословлять будете если изгнать не получится благословлю добрый вечер в эпиде новости а в брюсселе пройдет встреча адгелы меркель франсуа аланда и петра порошенко в роли джода рэба сильвестер стал он же не перестань я еще один и чинал баттва продолжим еврокомиссия пообещала выделить украине финансовую помощь в размере всего лишь 100 миллионов евро срать господь а перейдем к киевским новостям вчера в киеве на стации метро крещатик вагон забежал голый мужчина осторожда у него ствол премьер-министр японии собирается с официальным визитом посетить украину добро пожаловать в ад узкоглазый каратэшка жека ты задолбал сав вчера принес пальцам и теперь сидишь издевайся кричит президент украины петр порошенко связал падение курса гривны с тяжелым экономическим положением в стране а также пообещал что к сентябрю курс максимально стабилизируется также президент гарантировал что украина в 2018 году будет составе евросоюза и к другим новостям автоконцерн зас представил украинцам новую модель таврии господи боже вы ты только посмотри эта хрень движется прямо на да ну спасибо а сразу после нашего выпуска новостей начинается политическое ток-шоу свобода слова в котором встретятся представители всех политических сил давай же быстрее скорее закрывай люк пусть эти твари там сожрут друг друга что ж на этом пожалуй все до встречи в следующем выпуске а стола беста бэйзи с нами играют мэр киева виталий кличко здрасте здравствуйте виталий владимирович и виктор янукович да пусть поиграет но хватит отыграла ваша музыка добрый вечер поддержите многих узнаю итак матч реванш подождите если матч реванш то кто проиграл в прошлый раз оба слушайте но не выдумайте я смотрел интеллектуальное шоу такого не бывает мы тоже так думали итак матч реванш вы готовы бороться не не готов бороться почему потому что я боксера не борец понятно итак начнем виктор фёдорович да я виктор фёдорович 1-0 подождите подождите тема нашей сегодняшней игры история тогда я начну значит была такая история пошли мы как-то на карьер покупаться значит взяли мясках хорошего пару баклажек так остановитесь перестаньте имеется в виду история древней Греции а итак внимание на экран выбирайте категорию итак ваши категории метафизика аристотеля мировоззрение геродота трактаты демокрита итак прошу вас а вы уверены что это категории а не скороговорки да это категории да да виталий а может тогда вы шо но поможете мне шо сделать виталий помогите выбрать категорию метафизика аристотеля мировоззрение геродота трактаты демокрита йоханны бабай не 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 виталий нет такой категории если б она была я сам бы выбрал давайте шо то попроще давайте понятные категории внимание на экран виталий ваши категории древнегреческие математики древнегреческие герои мифы древней Греции я извиняюсь у вас там опечатка где в названии правильно писать не мифы а мафы мафы древней Греции я в этой теме разбираюсь то есть вы выбираете эту категорию не я выбираю древнегреческие математики отлично итак ваш первый вопрос внимание что по легенде крикнул архимед когда залез в ванну так давайте рассуждать логически кто такой архимед даю подсказку он придумал число пи и так что он крикнул ну тогда судя по всему он крикнул число пи и добавил какая горячая нет а тогда пойдем другим путем шо может кричать человек в ванной горячо холодно где тут бульбашки включаются дорогая это не я так перестаньте он крикнул эврика ну это ж любой школьник знает ну что вы так давайте продолжим Виктор Федорович да так кем был Александр Македонский так Александр Македонский Вася Хмельницкий Саня Криворожский а он был король странно но это правильный ответ так если мне не изменяет память по моему его Енакиевой коронавалии вам беднее точно следующий вопрос кем был Гераклит Понтийский так стоп я не понял вы меня про Грецию спрашиваете или решили по криминальному миру погонять так не отвлекайтесь давайте продолжим категория Троянская война шо ну вы смотрели фильм Троя с Брэдом Питтом не я смотрел его с женой и братом замечательно так вот в фильме Троя да нас было Троя я жена и брат Брэда Питта не было если был бы Брэд Питт было бы четверо а если бы еще Джоли подскочил хватит вопрос очень простой внимание кем был для Ахиллеса Патрокол так ну давайте рассуждать да шо тут рассуждать Патрокол скорее всего был врач уролох почему уролох ну как ну он же Патрокол тогда может быть Проктолов не 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 Виталий если бы он был Проктолов он бы был Вставлякал и Масажиков это перестаньте нести эту ерунду внимание на экран у нас фото вопрос кто фото вопрос это древний греческий философ давайте Какое событие изображено на этой фреске? Боже, срамота какая, а! Так, давайте рассуждать. Почему они голые? Значит, объясняю тебе по-древнегречески. Значит, скорее всего, эти трое побывали у Патрокла. Он их потрокал. И, судя по фреске, возбудил. Ну, хорошо, а почему тогда они за ним бегут? Ну, как? Чтоб его догнать и наказать? Интересная логика. Но давайте вернемся к Ахиллесу, я вас прошу. Давайте. Итак, внимание, вопрос. Так. Назовите слабое место Ахиллеса. Ну, Ахиллес же был мужчиной. Да. Ну, все прекрасно знают слабое место мужчин. Мы не поняли. Назовите эту часть тела. Я не могу назвать эту часть тела, но в зале он женщины, дети. Извините, пожалуйста. Хорошо. Даю подсказку. Когда враг попал стрелой Ахиллесу в это место, тот умер. Ну, понятно, тут бы любой мужик умер. Ладно, еще одна подсказка. Мать Ахиллеса держала его за это место, когда его купала. Ох и семейка, я вам скажу. Последняя подсказка. У ответа первая буква П, а последняя А. Вот это поворот. Вы не путайте. Стоп. Подождите, а Ахиллес точно был мужчиной, а не женщиной? Точно. А, но если в ответе речь идет, что после попадания стрелы. Ну, можно так сказать. Да, можно сравнить с тем, что вы сказали. Так перестаньте. Ответ был пят-та. Я чуть было не сказал попа. Виталя. Я сказал попа. Господи, боже мой. Так, давайте так. Блиц-опрос. Давайте. Отвечайте односложно. Хорошо? Да. Итак, Виктор Федорович. Да. Пиренейский полу. Дурак. Очень приятно, Виталик. Следующий вопрос. Виталик, где находятся салоники? В Африке. Почему в Африке? Салоники. Ну, правильно. Детеныши слонов. Салоники. Они живут в Африке. Виктор Федорович, кто такой Одиссей? Ну, Мишка. Какой Мишка? Ну, это ж песня такая. Ну, все ее знают. Ты Одиссей, Мишка. А это значит... Что значит? Значит, задавайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Чем известен Платон? Он построил мост в Киеве. Какой мост? Мост Платона. Я мэр, я знаю. Не задавайте ему вопрос про Киев. Он же все знает. Продолжаем. Что происходило с людьми, когда они видели медузу Гаргону? А кто это? Страшная женщина со змеями вместо волос. Даю подсказку. Они... О! О! Хм-хм! Евалит! Хорошая подсказка. Не, ну у меня что-то вертится в голове. Не, у меня тоже, конечно, есть вариант. Но меня смущает то, что они охм-хм-хм евали. Ну да, мне тоже кажется, что одно хм-хм лишнее. Вы идиоты, что ли? Они окаменевали. А-а-а. А, то есть они не были в шоке, как я подумал, да? Так, я смотрю, с Грецией что-то у нас не очень складывается. Давайте попробуем вопросы из общих знаний. Давайте, да, мы готовы. Итак, продолжите фразу Ницше. Все, что нас не убивает, делает нас... ...инвалидом. А-а-а. А-а-а. Правильный ответ — сильнее. Конечно. То есть ты хочешь сказать, если я сейчас тебе руку сломаю, ты станешь сильнее? А-а-а. Ну, нет, конечно. А-а-а. Вот и Ницше своему передай, а то я ему руку сломаю. А-а-а. Вы клоуна нашли. Извините, конечно, но вы никак не можете сломать руку Ницше. Что вы? А если я буду вдвоем с Виталией? Давайте лучше следующий вопрос. Виталий, самое опасное средство передвижения? Велосипед. Почему велосипед? Потому что я на нем чуть руку не сломал. Ницше? Не, себе. И не Ницше, а чуть Выдше. Вот тут, возле Головыча. Так, прекратите. Господи. Так, я понял. Специально для вас вопрос с крестиком. Это как? Повышенные простоты. А-а-а. Кто был первым космонавтом? Я точно помню, это была собака. Да, белка. Почему белка? Не белка, собака, я точно помню. Собаку звали Белка. Почему ее звали Белка? А она потому, что она белая была. Кто? Белка. Он идиот. Белки рыжие. Я повторяю вопрос. Кто был первым космонавтом Украины? Белка. Я имею в виду годы независимой Украины. А, тогда Билка. Билка. Да. Так, я понял. Давайте так, чтобы вам было легче, я буду задавать вопросы, в которых уже есть ответы. Давайте. Хорошо. Виталий. Да. Кто написал марш Мендельсона? Мендельсон. Правильно. Кто придумал Нобелевскую премию? Нобель. Правильно. Стоп, я прохавал фишку, и мне задавайте. Давайте. Кто придумал турецкий марш? Турок. Кто написал божественную комедию? Бог. Кто открыл бином Ньютона? Бином. Бином. Да. Вы что, полные идиоты, что ли? Нет. Так, давайте что-то попроще. Меняем тему. Значит так, смотрите. Закончите известные пословицы. Итак, Виталя. Волка ноги? Держат. Неправильно. Виктор Федорович, с волками жить по волчьи? Я не пробовал. По собачьи пробовал, а по волчьи нет. Так, перестаньте. Так, все, мне это надоело. Финальный раунд. Победитель которого и станет победителем всей игры. Итак, цитата великих. Сократ сказал, я знаю, что я ничего. У меня досрочный ответ. Я знаю, что я ничего. Только это не Сократ сказал, а я. Это неправильный ответ. А какой правильный? Не знаю правильный ответ. То есть ты не знаешь, а меня спрашиваешь? Нет, подождите. Послушай ты, конь троянский. Ты чистый дегенерадор. Пиренейский, ты полудура. Я себя окаменеваю. Я, конечно, не потрогал, но я... Творцов 95. И так бывает, значит, в жизни. Хорош волноваться, иди. Ну, переживай. Иди, мамочка, иди. Ну, а как он здесь? Так, я разберусь, сынок. Отмечай, ты могу. Только не сильно. У подъезда подожди. Хорошо, я пока. Я сейчас с сыном поговорю. Ты не переживай, моя любовь. Давай, давай, давай. Сына! Сына! Да! Ах, ты мой дебил, любимый. Да. Сынуся, мы сейчас с мамочкой уходим. Смотри, ты за хозяина? Да. Ты первый раз. Да. Новогодняя ночь. Да. Без родоколов. Да. Погуди. Да. Ну, надо себя правильно вести. Поэтому, по традиции, я подготовил тест. Готов? Нет. Итак, сынок, отвечай быстро на мои вопросы. Ты Тамарочку пригласил? Да. Значит, девочки? Будут. А секса? Не будет. А почему? Потому что Тамарочка Петровна классный руководитель. Да. А ты? А я иду на медаль. Молодец. Если какая-то парочка захочет уединиться, то... В бабушкину спальню никого не пускать. Правильно. А почему? Потому что у бабушки слабое сердце. Если бабушка захочет туалет... Бабушка будет терпеть. Почему? Потому что под ней спрятаны все наши семейные сбережения. Молодцы. Алкоголь категорически запрещен. Чтобы не провоцировать одинокую женщину Тамарочку Петровну. Почему? Потому что я иду на медаль. Да. Если закончилось спиртное... Папин самогон не брать. Если закончился папин самогон... Мамино вино не брать. Если закончилось мамино вино... Хуже все равно не будет. Ищем бабушкин барбовал. Мой сын. После речи президента ты должен... Раздеться. Завернуться в штору и с криками «Ура!» И бенгальским огнем в руке бегать по двору. Почему? Потому что папки дома нету. А ежегодную семейную традицию нарушать нельзя. Конечно. Если вдруг приедет участковый, то... Максимально пародируя папин голос сказать... Пошел вон, мусорина позорная. Правильно. По причине. Что-то за крестник, который вспоминает о ребенке раз в год. И только до алкоголь закончился. Если напился, то с балкона шо? Ни-ни. Шо ни-ни? Пипи. Если с какой-нибудь девочкой у тебя начнешь шо-то наклевываться... Нужно пользоваться чем? Тем, что она пьяная. Молодца, мой сын. Дальше. Если кто-то положил глаз на твою девушку... Говорю ему, а ну пошли выйдем, поговорим. Правильно. Потому что ты два года ходил туда? На курсы ораторского мастерства. Красавец. Какой у нас дома попугайчик? Волнистый. Волнистый, запомни. Он волнистый, а не... Лысень. А не... Полубокс. А не... С приклеенной ваткой. Попугайчик какого цвета? Зеленого. Зеленый цвет это? Зеленый это естественный природный цвет, которого трудно добиться в домашних условиях раствором зеленки. Молодца. Взрывать петарды во дворе... Опасно для жизни. Почему? Потому что если проснется крестный, он может начать отстреливаться. Правильно. Еще вопрос по пиротехнике. Чем больше пальцев на руке... Тем качественнее петарда. Молодец. Дай четыре. Шутка. Если придет проститутка, то мама просила передать... Иди где шлялась, ты нам больше не дочь. Да. Если бабушка все-таки к вам присоединится, то после каких фраз бабушки ее нужно снова укладывать спать? Давайте бабушка научит вас пить. Еще. А ты знаешь, что ты сын дяди Толика. Еще. Я вам показывала свою татуировку. Как полностью звучит фраза? Я вам показывала свою татуировку, морячки. Молодец. Так, к нашему приходу квартира должна быть... Квартира должна быть, я помню. Завтра утром ты... Выношу бутылки. И... Заношу папку. Да. Если, не дай бог, что-нибудь случится... То вы в соседнем подъезде у дяди Коли. Почему? Потому что у дяди Коли хату снять дорого, а у папы более гибкая ценовая политика. Это правда. Будет ли папка дарить сыну подарок? Нет. А почему? Потому что папка подарил мне главное. Что? Жизнь. Кстати, о главном. Фото и видеосъемка... Запрещены. Почему? Потому что как Новый год встретишь... Так на Ютубе его потом и увидишь. Ты держишь, иди к себе. Да, ладно. Друзья, приехали. Давай. Давай. Редактор субтитров А.Семкин